Доброго времени суток! В эфире проект HR-Поиск и его бессменный ведущий Евгений Матвеев. Сегодня мы предъявим вам доказательства эффективности этого проекта в виде аплодисментов конкурсантов, участникам, которые получат успешную работу уже сейчас. Заключительный этап битвы за достойное рабочее место называется тренинг оценка. Здесь и сейчас каждый участник сможет проявить поведенческие компетенции. За ними наблюдают специалисты, психологи и сами работодатели, от опытного взгляда которых не скроется ни один промах. Мы имели возможность увидеть кандидатов с разных сторон и услышать мнение профессионалов, которые помимо работодателей принимали участие в этом проекте. Это реальная работающая идея. И на самом деле было бы полезно и хотелось бы, чтобы он имел какое-то свое продолжение в будущем. Нервы наколены до предела. Второй такой возможности не представится. Только сегодня участники проекта смогут в последний раз проявить уверенность в себе, активность и амбициозность, обучаемость и коммуникабельность. Этот проект безусловно важен и для меня, и для всех участников, которые там присутствовали. Он имеет огромное значение. В первую очередь потому, что мы все можем посмотреть на себя со стороны и с помощью критики или перечисленных достоинств, понять, в какую сторону нам стремиться, какие качества улучшать. Тренинг-оценку проводил Игорь Кривулин, бизнес-тренер Центра обучения персонала класс «Город Москва». Он организовывал активность участников, усиливал напряжение или успокаивал. Менял темп активности, чтобы обеспечить возможность каждому из участников проявить себя в полной мере в различных ситуациях. По большому счету оценивается при приеме на работу не о режиме. В последнее время оцениваются поведенческие компетенции. Поведенческие компетенции можно видеть только в поведении. Бессмысленно об этом говорить. Надо дать людям возможность, соответственно, поиграть, подействовать. И с этой точки зрения такие групповые активности, которые мы поменяли сегодня, они оказываются очень удобными, потому что позволяют каждому человеку показать себя в разных ситуациях, в разных стрессовых, теплых эмоциональных ситуациях, жестких ситуациях. Показать себя, как он ведет себя. И что самое приятное, работодатели, присутствующие здесь же, потенциальные, видят не сухие строчки из земли, а не видят человека во всех его проявлениях. После окончания оценки тренер Илья Евгеньевич Гарбер, кандидат психологических наук, преподаватель школы бизнеса Ирбис и профессор СГУ, согласовали свои наблюдения для определения индивидуальных оценок каждого участника. И вот, наконец, мы подошли к финалу. Сегодня у меня легкое волнение от того, что я объявлю тех кандидатов, которые на самом деле станут наверняка трудоустроены в лучшие компании нашего региона. Я подчеркиваю, что этот проект дает вам шанс быть трудоустроенными в те компании, которые сегодня испытывают кадровый голод и которые зарекомендовали себя на рынке, как лучшие работодатели. Ирбис пригласил на работу Марину Демяшеву, Владимира Катаева, Алену Гречишникову. Сигнал остановил свой выбор на Алене Гречишниковой и Ольге Ильиных. По мнению группы компаний «Газовик», самыми достойными были Марина Демяшева и Алена Гречишникова. «Софит» выдвинул предложение о приеме на работу Юлии Кузнецовой, Натальи Филатовой и Анастасии Василевской. «Софит Экспо» Марине Демяшевой. Таким образом, мы видим, что некоторые из участников получили несколько предложений по трудоустройству. И теперь выбирать будут уже они. Сегодня состоялся финал нашего проекта. Секрет успеха HR-поиска методологии, который позволяет насыщать кадровый голод лучших работодателей нашего региона молодыми, амбициозными, конкурентноспособными кадрами, которые в HR-гладиаторских боях доказали свое право на успешную работу. Семь финалистов, семь успешных людей, семь судеб перешли в новое измерение карьерного успеха. Регистрируйтесь на сайте HR-поиск.ру и я уверен, вы можете оказаться на их месте. Редактор субтитров А.Семкин